Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и продолжаем проходить Elden Scrolls Легенды. Так, продолжаем с вами сюжетную линию. Вперед! Может, этот корабль принадлежит контрабандистам? Я знаю из надежных источников... Тревога! Сегодня их здесь нет. Ну что же, глава 8, плывущий в ночи. Давайте приступим. Так, начнем за отряд выживших. Так, замечательно. Ну что же, что нам дают? Ползун, солдат и союзник решительный. Ладно, давайте так и сделаем. Пускай будет у нас такая рука. Что он на это скажет? Ага, пропускает ход. Замечательно. Атакуем тогда в лицо. Пускай он об этом пожалеет. Опять пропускает. Ха, что-то странное творится у него там. На клинках что-то блестит. Это яд. Уклоняйся от их ударов. А, черт, незадача, блин. Ядовитые. У него ядовитые монстры, значит, да? Значит, надо по-быренькому его разбирать. Ну что же, 25 хп у него осталось. Так, что мы сделаем? Давайте, наверное, решительный союзник. Блин, бонус профукал. Брошу и повинуюсь. Ладно, не беда. Ну что же, 19 хп уже. Вода жизни. Да иди ты в баню, вода жизни. А, это еще, к тому же, страж. Налетчик. Давайте, наверное, вот сюда его поставим. Шикарно. И атакуем в лицо. Что-то довольно как-то просто все идет пока. Надеюсь, он ничего там не вычудит. Смертоносность. Новичок гильдии. Партизаны какие-то, а? И все с ядом. Ха, зараза. Ну все, ребята, ему хана. Довольно быстро мы его разобрали. Чего там такое опять? Страж. Ёлки-палки, как не вовремя, а? Черт, тебя подери. Я думал, сейчас его добью. Не получилось. Ладно, мы с вами тигра. Сейчас-то уж точно ему конец будет. Вот что творит, блин, а? Не-не-не-не-не. Плывущие в ночи, даже не думай меня выиграть. Ничего у тебя не получится. Все, ребята. Тем более у меня рывок еще. Ему хана. Ну что же. Орбас послал. Вы не похожи на... Эй, что здесь происходит? Стража Доминиона. Ну что же, поздравляю нас с очередной победой. У нас пока пятый уровень, но скоро уже будет шестой. Герои убедились, что у них один общий враг. Контрабандист по имени Плывущий в ночи согласился плыть на север и искать чародейку. К вам присоединился Плывущий в ночи. Вот оно как. Это хорошо. Титул. Игровые награды. Акт первый завершен. Контрабандист. Получили мы новый титул, ребята. Десять золотых. Новая колода. Контрабандисты Чернотопья. Быстрая и смертельная колода, способная накапливать магию быстрее, чем обычно. В нее входят сильные существа со смертоносностью, которые при атаке могут уничтожить врага на месте. Вот оно как. Неплохо довольно-таки. Неплохо. Путешествие героя Тир это путешествие дальше, чем я думал. Помогите мне спасти друга, а я оценю по достоинству твое потраченное время. 40 золотых он мне предлагает. Теперь можно опробовать колоду в тренировочном бою или сразиться с другими игроками в режиме игры. Также можно перейти к следующей главе в истории вашего героя. Ага. Ну, я, наверное, продолжу историю героя. Когда пройдем ее, тогда, может быть, и повоюем. Падение Темного Братства. Доступен новый сюжет. Вступите в ряды Темного Братства в эпической истории. Продолжить. Купить. Интересно, и сколько стоит дополнение это? 99 тысяч. Ага, спасибо большое. Нет уж, я обойдусь забытым героям. Да, обожаю бури. Без них в море было бы не так интересно. Ну, а пираты? Нет. Они гнусные ублюдки. Нападают на честных контрабандистов, как на обычных купцов. Никакого уважения. Вау, вау, вау. Глава девятая. Борт в борт. Ну, естественно, играть, ребята. У вас новая колода. Колода может состоять из карт. Ну, это все понятно. Давайте за отряд выживших продолжим. Пираты. Значит, будем с пиратами сейчас воевать. Пиратское судно швыряет по волнам во все стороны. Вы замечаете пирата на носу корабля. Окей. Выберите его, чтобы временно увеличить запас магии. Угу. Где-то я уже такое видел. Я украл этот груз честно и благородно. Давай покажем этим подлым грабителям, что они неправы. Давай, плывучие мочи. Я только за. Слушайте, по-моему, нормальная рука у нас. Так и оставим. Что это такое? Почему его перенестило? Ах, вот оно что. Значит, здесь шторм. И колоды, и карты перекидывают с места на место. Ладно. Сдохни, собака. Ты сама собака, блин, а? Смотри-ка, как заговорила, блин. Ах, хотел только наказать ее. Переместилась моя карта. И у меня всего две маны. Ну что ж, только дозорного, наверное, я стою это уставлять. Черт подери. На. Будет в лицо атаковать. Больше, чем уверен. Так и есть. Да ты заколебал. Так, легионер. И. Рывок у меня есть еще. И солдат. Квакча. Что сделаем? Ну, здесь понятно. Здесь в лицо сейчас атакуем. Давайте, может быть. Ага, магии не хватает. Вот так. И в лицо. Отлично. Да ты заколебал уже в лицо-то атаковать. Пророчество. Три-два. Ну что же, ребята, надо. Ага. Хорошо. Он сюда прилетел ко мне. Танк выставляем. И. Вот к этому. Сражайся, Хорхер несчастный. Хе, Хорхер. Несчастный. Правильно сказал. Да ты что. Ух ты. К тебе взываю. Магнус, бог магии. Помоги. Ё-моё. Так, переместили его. Что бы нам сделать-то, ребята, а? Божественное решение. Давайте так, наверное, сделаем. Черт подери. Неохота карту тратить-то, а? Придется. И вот так. Что он теперь скажет? Блин, я думал, что я добью. Не добил. Так, было предначертано. Ты ее соберег? Охереть, блин. Оберег она дала, блин. Ну что ж, давайте тогда с шаром огненным уничтожим. Так, и у меня еще две. Давайте, наверное, тогда черт, придется, наверное, магию тратить. Манну, точнее. Не хватает. А вот теперь самое то. Выставляю. Жду приказаний. Блин, все в лицо, такой паразит. Сегодня мне везет. Так, это страшно. Ё-парс, это. Куда ты его перенесла мне, а? Честь и слава! Не получится, да? Надо будет атаковать тогда. Ха-ха, разбился. Так, тяжелая секира. Блин, у меня один с хп, ребята. Это очень... Оу, девять уже. Моркул-привратник. Ну что ж, давайте пробовать. Два-три. Слишком слабенько. Так, защитник Улья. Это у нас страж. Придется выставлять, ребята, его. И... Чего еще? Давайте, наверное... Тут у нас выбор невелик. Честь и слава! Давайте вначале в лицо сходим. Честь и крать! И теперь вот, не знаю... Или-или. Давайте доспех. Танк у нас приличный получился. Шесть и слава! Давайте, наверное, вот так сделаем. Черт с ним, как говорится. Так было предначально. Ну что ты опять там чудишь? Размелся. Тебе везет. А я лично в этом сомневаюсь. Ладно. Стальной етаган. Два плюс два. Вот это хорошо. Все, у меня одни танки, считай, стоят. Теперь давайте, наверное, клыкастого вызовем. Жалко, что он без рывка, но и так пойдет. Ай, стражник тут стоит. Честь и крать! Вот так и в лицо. Один с хп у него осталось. В принципе, должны разобрать, ребята. Должны. Если он, конечно, сейчас что-нибудь не чудонет, блин. Усиляет своих воинов. Да что ты говоришь? Блин! Пять хп! Копье. Ну что ж, давайте, наверное, уничтожим тогда... Вот этого. Сам себе два урона нанес интересный какой-то он. Ха-ха-ха, чудной. Ладно, ребята, убиваем его. Не будем долго ждать. Все в лицо, как говорится. С усилением. Будет вообще великолепно. На, пиратишка. Что там за карта? Пророчество. Ну, это тебя не спасет. Получи. Ну что ж, ребята, с очередной нас победой. Что там у нас дальше будет? Так, до сих пор еще пятый уровень. Игровые награды. Так, деньги. И карта. Даже три. Болотный левиафан. Затаившаяся мумия. Пророчество страж. Ха-ха, неплохо. Фиолетовая. Так. И подавление. Налагает немоту на существо. Ну что ж, вполне сносно. Глава 10. Непрошенные гости. И до сих пор нет Лаанет. Думаешь, они все погибли? Может быть. Или их убили местные. Йоу-моё. Это кто такие-то? Да. Какие-то чудики. Ну что ж, давайте посмотрим, кто это такие вообще. Берем отряд выживших. И приступаем. Что это за деревья такие, а? Сприганы. Ха-ха. Сприганы. Так, снежный волк. Солдат. Солдат Квакча. И торгаш из Брумы. Оставляем всех. Грязевой крабик выпал. Давайте использовать тогда ману, наверное. И вызываем солдата. Что приказание? Жарный сприган какой-то, да? Что это за плюсик у него означает? Пока не знаю. Но. Торгаша, что ли, вызвать? Или всё-таки снежного волка? Давайте снежного волка. Надеюсь, что я это сделал не зря. Ну что он там опять чудит? Блин, понизил мне и атаку, и... Хэп... Точнее, и хэпэ, и атаку. Ладно. В лицо давайте. Тут думать нечего. Ага, всё понятно, что такое плюсик. Сколько урона он мне наносит, столько прибавляет своему хозяину. Вот оно что, да? Ну что же, наверное, применять будем доспех. И атакуем. Нет, давайте его убьём. Потому что он будет прибавлять ему жизни, а это нам нафиг не надо. 28 на 26. Пока нормально. Ё-моё, на девяточку. Я думал, будет атаковать. Нифига. Но он прекрасно знает, что мне придётся атаковать этого урода. Так, давайте сокрушительный удар, наверное, нанесём. Хотя бы карту сохраним свою. И ползуна. Теперь атакуем. Как говорится, в лицо. Ну что же. 19 и 18. Фу, минус 2 ещё себе дал. Опачки. Нифига у него тут карты. Изгнание. Отзывает существо. Ага. И какое любое, даже которое в тумане могу. Давайте попробуем. Точно, ребята, сработало? И он всё равно вызывает своего вонючего крабика, а? Ну что же, у меня 6. Давайте, наверное... Так, подождите. Копьё это уничтожаем. Доспех. Давайте вот этого, наверное, золотой, святой. Хотя... У меня жизни меньше, чем у него. Вот так вот. Вот так будет вернее. Атакуем. Кравика этого. А здесь я... Всё вот так вот сделаю. И в лицо. Шикарно. 4.9. Хрен пробьёшь теперь. 3-3. Опа-на. Он восстанавливает себе жизни. Отсопляжуй. Так, рывок. Рывок надо сюда, ребята. Давайте уничтожать. Мышь. И... Золотой святой. Нет, у нас мало хп. Не прокатит бонус. А вот теперь вполне, ребята. Давайте его выставлять. И он должен сделать копию, по идее. Вот так-то. Ха-ха. Ну что ты скажешь на это, браток? Никакой тебе прибавки к здоровью не будет. У него какие-то карты, честно говоря, дерьмовские. С моими не сравнить. Давайте уничтожим вот эту карту. И в лицо его будем прописывать. Блин, одного урона не хватает, ребята. Хотя почему? Я его добиваю сокрушительным ударом. Бутылкой. Ха-ха-ха. Ну что же, с очередной нас победа, ребята. Этот бой был довольно легкий. Ну что же, будем смотреть, что дальше. Ага, выбрать. Зеленый сприган. Когда вы получите прибавку к здоровью, зеленый сприган получит такую же прибавку к силе. Или же перо крылобоя. Регенерация 1 плюс 3. Исцеляется в начале вашего хода. Вот так вот. Путники решили не идти за ним. И нашли сокровище, от которого это существо и пыталось их увезти. Да, меня это вполне устраивает. Ну что же. Получаем деньги. Всего 5 монет. О, 3 карты. Добивание. Уничтожает раненое вражеское существо. Понятно. Здесь у нас поглощение. И дерзкий карманник. Краша 1 плюс 1. Пророчество. Ха-ха. Не дурно, не дурно. Сектанты нашли укрытие в руинах древнего храма. Но, к несчастью, стали жертвами их новых обитателей. Ладно! Мне бы не помешала помощь. Ну что же, ребята. У нас глава 11. Спасение. Давайте играть. Давайте выбирать колоду. Ну что же. Можно попробовать, наверное, контрабандистов. Чернотопья. Хотя бы глянем, что они себе представляют. Так, покажут мне колоду? Покажут. У них тут все с ядом, да? Ну, как-то я даже не знаю, ребята. Вроде бы и хорошо. И в то же время... Ее надо тестить. Давайте этого добавим сюда. И еще одну карту. Все, вроде бы больше ничего у нас не получится. Давайте все-таки отряд выживших. Не будем париться. Все-таки здесь мы уже знаем, кто почем и что как делает. Гоблины. Ага, значит против гоблинов. Спасибо, что спасли меня. Все сектанты убиты. Думаю, да. А если не будем осторожны, нас тоже убьют. Ланет. Это хорошо. Так, ну что, ребята. Меняем все карты. Мне это не нравится. Абсолютная фигня. Дайте что-нибудь. Ну, вот это уже более-менее. Тут и жрец, и огненный бес. Как говорится, то, что надо. Е-мое, стрела в колено. Так, гоблин вышел. Меткий разведчик. Давайте-ка, наверное, меткого разведчика. Замечательно. Что дальше он там выставит? Ё-моё, он все магию шпарит. Какой-то гоблин маг. Давайте рывочек. И в лицо ему. Я думаю, это будет ему не сладко. Так, у меня 4 маны, ребята. У этих гоблинов был очень крепкий вожак. Нам нужно уничтожить как можно больше врагов, пока его еще тут нет. Вот это меня обрадовало. Какой интерес у них там вожак будет еще, а? Черт, тебя подери. Ну, давайте, наверное, панцирь применим. И в лицо ему. Я иду на бой. Аллос! Вот так вот будет нормально. Ё-то твою медь. Че чудит? Ты заколебал. Все свои карты он выкинул, а? На стол. И не испугался же? Ну что, есть предложение? Не знаю, или бросок камня сделать? Давайте так, лучше. Не получается. А, тут танк у нас. Так, давайте захилимся маленько. Расскажи, где болит. Да замолчи ты. Так, три урона я могу нанести. Собака, а? Че творит? Страж, защитник улья. Это хорошо, ребята. Но мы сделаем вот так вот. Минус. И камушком еще. Шикарно. Ну, а теперь можно, наверное, и в лицо. У него сейчас заболит везде. Ну что же, пять-пять. Пока неплохо. Черт, ну мне надо поспешить. Отзывает существо. Так, иди отсюда обратно. Ты нам не нужно, как говорится. И атакуем, ребятушки. Торжествующий ярл. Так, а у меня здоровья, блин, меньше. А так бы я взял две карты. Кровь и слава. Кровь и честь. Я готов умереть, как там в играх орутами. Да, хватит там уже. Орк, разоряться. Все равно тебе крышка. Давайте-ка. Это точно. Он, наверное, не ожидал, что так все выйдет у нас. Хватит у меня. Да, ребята. Наша победа. Довольно неплохо, я считаю, было сейчас сыграно. Так что, с очередной, ребята, нас победой. Ну что же, давайте мне что-нибудь там, картишки новые или... Лаанет выяснила, что сектой тайно руководил лорд Наарифин, полководец Доминиона, захвативший столицу. Чтобы исполнить пророчество, он собирался принести в жертву всех горожан. Лаанет предложил отыскать имперскую армию, а затем отправиться в Скайрим и предупредить императора о планах Наарифина. И кто у нас на... А, к вам присоединилась Лаанет. Значит, новые колоды у нас появились. Награды. Игровые. Ну что ж, давайте вскроем. Новая колода. Данмерские мстители. В эту колоду входят существа, которые помогут вам даже на пороге гибели. И карты, обладающие с ними синергией. Эта колода способна наносить урон не только в сражении. Хм, неплохо. Так, теперь у нас карта. Новичок гильдии. Смертоносность. Оу. Так, возьмите карту, если она стоит 7 или выше, снести ее стоимость на 2. Пророчество. Смертоносность. Страж. Ядовитый. Слушайте, наверное, я возьму... Новичка гильдии бойцов. Все-таки Страж ядовитый, это хорошо. Улучшается. Отлично. Улучшение завершено. Преимущество имперцев. В повышении уровня вы можете получить бонусную карту. Карта зависит от расы на портрете. Это как понимать? Я что-то, честно говоря, не понял. Остальные дружественные существа получают 1 плюс 1. И 10 золотых. Готово. Ну что же, давайте смотреть дальше. Глава 11 в паутине. Не нравится мне этот лес. Зато это кратчайший путь до Скайрима. Но явно небезопасный. Ну ясно. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok